Мы купим такие страшные штуки, что девчонки обоссуются и нам придется с вас вместе, чего? Чуваки, мы проникли внутрь 20 секунд, Майкл А мы будем тусить в реальную ночь Да, как реальные мужики! Да! Мне какое-то странное ощущение, будто бы нас кто-то преследует Мы докажем, что здесь нет никакой мистики, Джейк этот вызов может вас свести с ума так что если вы сомневаетесь что выживете или останьтесь нормальными после этого я вам советую уйти отсюда вызов мы начинаем в 00 в доме продается и 300 рублей прикинь 600 рублей у меня есть предложение начать выпуск но немного необычно как но немного в необычном месте немного необычной расстановки немного с необычным украшением я только или уже якорь как БЛЯТЬ ЧЕ ЗА ПУМЕНЯ БЫЛО? БЛЯТЬ БЛЯТЬ Ты дебил, у меня грязного белья А, ладно Сделать лицо Можете с него резко на меня перевести как будто В общем, дамы и господа, сегодня мы будем проверять различные мифические обряды которые я подготовил на сегодня будем снимать порчу Узнавать есть ли Саня снимать будет, а мы чё делать будем призывать Дьявола Пиковую даму Ходить по заброшке Поедем в магазин чернокнижников черной магии И всё, всё это в облаковом формате Ты мне на ухо зара дал, белья Я вообще в рот кушаю и много чего интересного сегодня поэтому Поэтому запаситесь чем? Ты сейчас видишь мою руку? Да. Хорошо? Да. Реально, оказывается? Бля, ебать, он реально укусил меня. Чё вы орёте, блядь, страшно стало. Саня, приспи, до старого. Чего? Ну что? Ты его заблугиваешь? Бля, реально. Саня. Ладно, что, поехали в магазин. Магазин черной магии, различных магических предмет и всё самое интересное. Мужики, если что, я как бы, ну сегодня, возможно, кто-то из нас умрёт. Да. Возможно, кто-то из нас подхватит проклятие, но я-то не это, деланный. Я купил для вас обереги, чтобы не было никакого проклятия. Чеснок? Проверение нет. Ещё такой прикол есть. Ну и одна так вот. Меня начали отмечать в инстаграме. Чё вы то, что они анекдоты в лифте раскрывают. Лифте такая же. Едут мексиканецы. Помню, дрался с пылесосом. Он отсосал. А на улице едем. Да-не, нормально. Чем занимается охранник в магазине в секс-шопе? Следит, чтобы нихуя не украли. Ну даёт. Что, парни, готовы оторваться на уикенде? Да. Это будет лучший день в нашей жизни. Да, мы затусим. Мужики, ну я в предвкушении реально. Вы уверены, что это безопасно? Нет. Всем нам хорошо известна отличная линейка ноутбуков Legion. Но не все знают то, что у наших друзей из Lenovo есть собственная линейка аксессуаров для геймеров. Lenovo Legion H500 это идеальная гарнитура для полного погружения в любимую игру, музыку или фильм благодаря объёмному звуку 7.1. Дышащий материал Ambishure с эффектом памяти обеспечит комфорт на протяжении долгих часов, а выдвижной микрофон с шумоподавлением гарантирует частоту вашего звучания. Помимо этого, наушники можно подключить ко всем консолям для вашего удобства. Игровая мышь Legion M500 представляет довольно интересный в своём классе дизайн благодаря эргономичной форме. Сенсор мирового класса и микропереключатель обеспечивают невероятно быстрый отклик и дают гарантию в 50 миллионов нажатий. А дополнительный магнит в комплекте позволит настроить вес. Побольше, поменьше, кто как любит. Legion K500 это полноразмерная механическая клавиатура, обеспечивающая максимальный комфорт благодаря красным свечам и съёмной подставке под запястье. Медиа клавиша в минималистичном дизайне помогает не отвлекаться на настройки в процессе игры, а почти 17 миллионов комбинаций подсветки придадут вашему сетапу дополнительной эффектности. Эти и другие девайсы от Lenovo вы можете найти по ссылке в описании. Лёха передай привет своей мамашке. Ты чё охуел? Мы купим такие страшные штуки, что девчонки обоссутся и нам придётся спасть с ними вместе, чувак. Чё ты белобрысый? Да, сейчас тебя собьёт машина. О нет, это Джимми, он гроза школы. Бежим.. Сборим, я подниму... Чуваки, мы проникли внутрь! Чё, чуваки, вы готовы? Пока есть время, можно еще отступить, чуваки! Да мы готовы! Это реальная тема! Где твой список? Нам нужно купить куклу Вуду и специфическую доску. Подожди, а кого мы сегодня будем вызывать? Может спросим, просто проконсультируемся? Извините, мне нужно вызвать. Что он нам для этого нужен? Ставить не хотел. Скажите, пожалуйста, что кукла Вуду заработала? Нам нужно на нее что-то сделать, чтобы ее привязать к человеку, к моей бывшей. Ну, полагаю, что да. 1190. 1190? За тяпку вот эту. Так, отдайте мне терять волос директора этого магазина. Мне нравится этот магазин, столько девушек. Мы точно найдем соскучек поебаться. Девочки колдовать собрались? На бывших? Девочки, ты голова резервная, я боюсь. Ты понял, ты тоже такой сатана стоит, выбирает свечки. Блин, нормально, Болговой. И тобой говорят, карта постоянного клиента. Чего я не понял? О, бери, 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 нужно дверь взять. Слышишь? И две брукты. Позволь вторую еще. Это медная. Давай серебряный. Я ничего не хочу сказать, но... Сам на видео потом увидишь. Ну купи. Ты потом сам будешь играть? Ты уверен, что для этого нужно? Это же... Да, это Варган. Варган. Звучит на три тысячи. Возьми себе, берег, я у вас волнуюсь. О, нет, закоротило, сломалось. Магия, чуваки, магия. Сколько там? Семнадцать тысяч. Семнадцать тысяч. Чакры принимайте. У вас еще есть предсказания. Давайте каждому возьмем предсказания. Чего это... Столько магии, а антисептиком-то пользуются все равно. Я предлагаю вам трое взять по предсказанию, чтобы понять, что сегодня будет... Три предсказания. Все! Магия не считает. Бежим. У меня какое-то странное ощущение. Будто бы нас кто-то преследует. Предлагаю зайти в Макдональд. И наколдовать там, чтобы нам бесплатно дали по чизбургеру. Ну так она делает. За три тысячи купил, нахуя? Вы тоже колдовать? Чего? Вы колдовать туда? Да, да, да. Пиздец. Я включил локаток сейчас. Блядь, прикинь, мы на заброшку, когда зайдем, они просто резко вот так встанут. Нас точно кто-то преследует. Ладно, поехали домой. Да. Ну его нахуй тумаю, блядь. Мы закупились магическими штуками, и сегодня мы... ТОЧНО НЕ УМРЕМ! Мы будем... Мы будем призывать дьявола, сатану! Дьявол! Извини, пожалуйста, я не с ними. ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. Подожди, а ты помнишь его в детстве? Мы год назад познакомились, мы полгода назад познакомились. У него... Мы все со школы знакомы. А ты кто такой? Да ладно бог! Ааа! Ааа! Чувак! Мы отправляемся ко мне домой. Потому что сейчас время только для маленьких мальчиков. А мы будем тусить в реальную ночь. Да, как реальники! После двенадцати маленьким мальчикам вход распрещён в эту тусовку. А мы... КРУТЫЕ! Эй, пацаны! У-у-у-у-у-у-у! Бля, какие реально после смерти найдут этот пиздец. Я просто ради этого умереть хочу, чтобы на лица родителей посмотреть. Какие в пульс говорят вот эта тема типа на экране. Саня говорит, но и гатор можно не включать, поедем по этой хуйне. Налевку, блядь! Человек, человек! Бляд! Со своими видеороликами, блядь, ютубер, блядь, блогер, блядь. Фу-ка, нет бы, стримил бы с нами, хуйней, занимаешься со своими. Саня! Чего? Я болею уже практически месяц. Вот реально, мне снятся кошмары. Ежедневные сонные параличи, лунатизм. Возле меня поселилась какая-то ведьма. Блядь! Да ничего я не говорил. Может реально какую-то атмосферу за Доневедем? Можно узнать у вас, не идут эти очки по десятибалльной шкале? Или по десятибалльной не идут, да просто. Только нужно, чтобы из пяти слов состоялось это. Ставлю этим очкам пять баллов по десятибалльной шкале. Да, напишите, пожалуйста. Я похож на Моргенштерна? Да я богатую! Блядь, нахуй! Максимальная схожесть с Моргенштерном это, блядь, оператор. Ты чё такой чё обазаришь, нахуй? Кто, я? Ютубер, блядь. Ты ангел, ты на этом плече, а ты чёрт. Смотрите, дамы и господа, я уже как сказал болею практически месяц. Я думаю, что это явился. Это кто сел? Я сходил к врачу, они говорят какие-то болезни, но я считаю, что это порча. Я всяк поумнее, поэтому мы сейчас проверим. Если на мне порча, и если она есть, то мы её сразу же уберём. Это порча. Мы сейчас демона вызываем. Я тут буду вызывать всё. Конечно, дома. Ну серьёзно, дома? Да серьёзно! Дома будем делать. Будем жарить соль. У-у-у-у! Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Мне ещё нравится, открываешь, Гайд, как, эээ, узнать, есть ли у тебя порча. Надеюсь, вы слышите, как трещит печка в баньке. Сейчас я нахожу в баньке, нахожусь в баньке, кайфую здесь. Печа, порчи. Если все спички плавают на поверхности, и ни одна из них не перекрещивается с другой, то значит на нас нет никакого сглаза и нет никакой порчи. Поняли, если спички не перекрещиваются, спорчи стакан хуй. Хотя бы одна спичка стала критикальной, значит у нас есть небольшой сглаз. Просили, знаете, что проверить еще в моем телеграм-канале? Есть ли зубная фея? А как мы знаем, для того, чтобы проверить наличие зубной феи, нужен зуб. Да нужно. Соответственно, чей зуб? Ну поняли, кадры обрезания, это смешная шутка. Мы не одеваемся в бутике модном. Ну пить, ну пить! Да это для порчи. Это для порчи, мужик нахуй. А сковородку зачем? Сковородку, чтобы снять порчу. Сань, ну что, первый яркий день на работе или что-то? Петет? Они скрестились. У них спаривание. Илья, надо ехать. Подожди, а если я скину просто на крест? Ой, блин! Ты что наделал, нахуй? Ебаный род, на, снимай порчу. Ух ты. Опа. Опа. Ой, ой, ой. Саньчик снимаешь? Мужички, принимайте коэффициенты, есть ли на мне порча, на мне малейшая порча или нет порча. Они по повезду складываются, они разлетелись. Бля, есть порча, нахуй. Нет, нет, все, нет, нет. Все, нет порчи. Слава богу. Есть она? Да нет. Я видел, там не был, был крест. Ух ты, сука, стол двигал. Бля, и вертикально встала, и крестом. Ой, блядь. Блядь. Надо чистить меня. Надо чистить. Надо чистить. Мне кажется, это бесполезно, тут компас собрал, ты умрешь. Часто происходит так, что вполне успешный, просто счастливый человек вдруг замечает, что все в его жизни начинает катиться вниз. Тут пока со стаканом проверьте, кто-то другой не хочет. Стакан давай. Порчи. Значит, что мы делаем. Теперь я проверяю себя на порчу. Да, у него это обычно, сон, ведь нет, есть на кухне. Вы же понимаете, что на мне явно какая-то хуйня висит грязная. Что там следующее? Слушайте, я до последнего не мог понять, почему я не могу ни хуя выиграть. В видосах Илюхи. Да не только в видосах Илюхи. В видосах Герман Альклассика, в видосах любого ютубера, в своей жизни. Да, от меня ушла девушка, у меня умерли все. Я не могу, я долго не мог понять, что за хуня происходит. Учись, студент. Ой, горячо. Блядь! Горячо, сука. И вторая. Бля, я тут не поджог. Я на третью? Так. Похуй. Это все хорошо или нет? Что с ними? Ну, слушай, я думаю, тут ничего страшного, на мне нет порчи, слава богу. Хорошо, что мы талисманы купили сегодня. Похожные, грустные, смотрели, кстати. Блядь, реально. Что за хуя? Ой, дай, только не пей. Давай, перетопим. Этого часа. Во время этого процесса, без остановки, читать заговор, до тех пор, пока соль и начнет темнеть. Ритуал вам нужно повысить свой. Что за хуя? Что? Чемнота, беда, уходи туда, где ни света, ни зари. Все это черт послал, с собой забери. Убирайся наверх, я чистый человек. Темнота, беда, уходи туда, где ни света, ни зари. Горячо, что-то происходит. Я вот Илюху после первого вот этого, то, что мы делали со стаканчиком, я Илюху перестал узнавать. Илюх! Эй! Где ни света, ни зари. Все, что черт. А, блядь, я забыл представлять, как порча уходит в окно. И окно, и окно закрыто. Так, открыто. Ну ты все, блядь, ебай. Ты, сука, ты будешь гореть. Сплохой, наверное. Э, мальчик, это уже ты свою, нихуя себе. От меня давай, 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 от меня, от меня, Илюх. Давай, давай. Ой, все, мы готовы. Давай, давай, готов. Темнота, беда, уходи туда, где ни света, ни зари. Сука. Столько надо, он посына его. Я иду. Пошел нахер. Вот тебе. Ты не порча, ты позер. Да. Фу. Я чувствую себя не умрю, просто. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина, головка, жопа. Топа, член, тепердун, дрочила. Канализацию сказали. Канализацию сказали. Канализацию. Канализацию. Все, прикинь сейчас. Все? Тут не должно ничего не остаться. А-а-а-а. Это какая-то порча? Блядь. Ты сыпешь, ты сыпешь. Блядь. А-а-а. Ой, а просыпать в соль это хуевая примета. Да, кстати. Блядь. Опять что ли это надо будет? Я перемещаюсь. Давай с собой электрическую. Ездит, прикольно. Ну прикинь, теперь эта хуня ночью будет ездить по квартире. В соль, просто сама включаться и все. Ну ладно. Мужики, у меня доктора Пеппера есть, кто-нибудь что-нибудь будет? Я буду, Илюх. Фу! 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 Мы приехали в торговый центр, чтобы купить помаду, зеркало, зажигалку и батарейки. Лироооооой!!! Попадут сюда? Или нет? Прямо во. Прямо внутрь? Ну. Прибем старт! Вы, уважаемые застройщики, если вы хоть раз, еще в своих квартирах, поклеите обои с рисунками, цветочками, ёбы... Чувак, я люблю батареи эти. Просто кайфую от них! Блядь, ты прикидёшь? Каждый день вот так везет вот это. Эх, он во ботке, а в унитазе, э! Чё ты малой нахуй? Будешь ещё, блядь, разговаривать так? Малой! Эх ты, блин, дурак, блин, посол. Купим нормальное маленькое зеркало, блядь, чем вот это вот за лупой заниматься. Может, еще с подсветкой возьмем, чтобы пиковые дамы было. Красивые дамы. Их, ай, туннель. Там пристанище этих, блядь, дам пиковых. Так, нам зажигалка нужна и героин. Застройщики, вот такой ковер положите, я вам тоже надаю по жопе. Так, как бы я хотел на таком белье спать. Уважаемые застройщики, если вы еще раз вот такое белье положите, Я помню, в ресторане заказываю, немножко стеснялся официанту сказать. Подходит, я такой, нужно пирешку с котлеткой, пирешку с котлеткой. Она подходит, я говорю, можно мне кюрешку с котлеткой? Ай, блядь. У тебя кристаллик кристалл не отработает. У тебя разрушился. Нахуй, договорите, мне же паника начнется. Не, серьезно, это шлазер. Это не штрих-код, это волосы. Видите, у него глаз черный стал, левый. Бля, вот эти обои просто, видите, вся комната вот такая. Я бы мне повесился насмерть. Вот у Лешки очко будет так дрожать, но у меня в принципе тоже. Меня зовут Илья Сталкерович, блядь. Я такие в зоны побывал. У меня есть кондиционер для волос, у меня есть шампунь для волос, у меня есть гель для душа. Может все, хуй сосешь. Давайте быстро возьмем помаду и пойдем. Я просто лез в очко, блядь, что крикнул, я обосрался. Блядь, реально не самое лучшее место, клянусь. Першит что-то. Крест? А, 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 блядь, что за хуйня? Ебать, а на цепь наступил, испугался сам. А, блядь, а здесь какой-то крест у Танинский, смотрите. Вы видели эту тему? Так, мужики, обереги. Держи. Эй, это не мой. А у тебя как-то лоховской, да? Это что, на деньги? Нет. Роет в здоровье и протестанье. Ну, не умру, значит. Лох, у меня защита от темных сил. Бля, козлишь что, типа, ну я главный герой и клише от того, что я не умру, а вы все умрете. Основной, просто. Все. Если кто-то меня прикоснется, я, блядь. Подождите, да мы крутых парней должны, блядь, идиоты. Бля, а че с Саней? Ебать. Че с Саней? Он умер. Блядь. Эй, Джейк, приехали на это место. Прошло это. Здесь умерло много людей. Мы докажем то, что здесь нет никакой мистики, Джейк. Какая мистика, парни? Это же все для скалоты. Леха, да хватит прикалываться. Ты же угораешь, Леха. Ты кто тронул меня? Да я прикалываюсь. Бл, ты дебил. Бл, ты дебил. А че за хуйня? Убаные ребята, кто пугает? Кто меня по голове ударил из вас? Я тебе говорю, никто не было. Подождите, стойте, стойте. Открывай зеркало. Ты меня ударил по голове? Нет. Я видел, что сзади. Да я тут стоял нахуй. Да нет, ну серьезно. Я клянусь, я видел сзади, я видел сзади. Майк, давай, открывай зеркало. Нет, подожди, стойте. Вы ж не играете, нахуй? да это кто-то из вас был да мы стояли все дайте мы амулет повесить вы уже в амулетах конечно же страшно открывайся я это сделал а ну-ка проверь это место я повесил амулет ну что бля не чистая сила и пучка будет пиздец вот он получается рисуется вот такая дверь и от нее исходит раз два три четыре ступеньки по именам разобрались я том он майк я джейк а ты кто кто такой нахуй кто-то реально выбирай стив стив не хороший я майк а я стив я джейк мы сейчас вам докажем то что никакой потусторонней силы не существует это выдуманные сказки для детишек нет я такой тысячу раз сделал почему-то немножко страшно но не туши не туши нам нужно три раза сказать пиковая дама приди пиковая дама приди пиковая дама приди пиковая дама приди ни хуя не видно зачем свечки потушить я не понял чё за хуя было ты можешь зажечь свечки я просто не могу понять это актеры или это сфу ахахахаха я дым испугался свечки блядь это ты и дальше я всё снова совершил чё-то скандоны стив наложил станишки урвести ма 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 ребят зажгите свет ты тоже знал да нет он знал да пиздец Уйди нахуй здесь, пошла нахуй. Не, не, нужно стереть, слышишь, нужно стереть. Чего, пиздец? Пусть тут будет, похуй вообще. Бля! Пошла нахуй отсюда. Так, сработает, нет? Это так выглядит, как вот, это знаешь, подарок у красителя на день рождения. Камера со свечи. Запрошь, если кто-то так заорет. Там уже хуй вариантов не будет. Почему я вообще, я понимаю, что это квест, типа, тут вся хуйня, просто очко играет, все равно. Да я охуел. В конце концов, я не знал, что такое демонщина будет. Я не знал, что нас Илюшка будет разыгрывать. А, Эдвард бил. Ну, прикольно было. Но зря он это сделал во время того, как у меня понос. Я всем ребятам сегодня говорил, что у меня понос утром начался. Ты мне новые трусы должен. Я бы как... Нет, честно, я не ожидал от Ирии такого пранка. Это какая-то подстава. Но мы вроде все-таки друзья. Приехали, провести хорошо время, а он, ну, такое делает. Решил пацанов разыграть? Ну, Леха как надо отреагировал. Правда, и я обосрался вместе с ним. Момент такой был, ожидание. Но Саня, не пробивной. Блядь. Бледно. Чисто топ ожидаемых приколов от друзей. После того, как сказал он, что тебе страшно идти. Иди, иди, иди. А что там? Иди давай, там темнота. Давай. Ну, идите, пацаны. Иди давай. А! Иди, иди. Есть кто-нибудь ест? Здесь кто-нибудь ест. Вы должны троем держаться вот за эту штуку. Вот так. Правильно? Да, слышали? С математикой, нахуй, проблемы. Почему? Наш 4, блядь. Вы должны каждый держать со своей стороны. И она должна ехать, ну, типа, ну, вы не должны делать никаких. Он стоит 3 тысячи. Да. Надеюсь, там хорошие предсказания. Ему предскажут то, что он будет до конца детственником. До конца своих дней. Ааа. Ёпта, что это? Что ты сделал? Твои друзья знают тебя лучше в первую минуту вашей встречи, чем твои знакомые узнают тебя за тысячу лет. И все. Чувак, это какая-то полная хрень. Как всегда, тебе не повезло. А ну, покажи свой рюкзак. Мамочка твоя точно стояла там? Любите сказки. Не люблю, пошла нахуй. Всем привет, это Тон. И сегодня я покажу предсказания, которые мне сказали. Помни себя. Типа, для человека с деменцией или чё? Сальцгеймером. Ну, а вы кто, блядь? Ставьте руки сюда. Твою мать, вот у вас ремонт идёт тут или где? Вот сейчас, крест упал. Чуваки, крест упал, блядь, запрячет. Это не постучали, это крест упал. Чуваки, это крест упал, нахуй. Кстати, меня стойли. Иди нахуй. А если бы мы в это время спросили, и стоим, что есть нахуй? Я типа, ты нас слышите, блядь? Это знак, давайте быстрее про сеанс делать. Стойте. Я келька. Нет, сами не двигайтесь, реально. Здесь кто-нибудь есть? Эта доска работает? Блядь! Чё, подгромка? Ты что за хуйня? Чё? Я так понимаю, что это... Пранк, да? Блядь, да ёбаный бураж. Да это ты хуёвых вешаешь. Был бы вас, если бы не переворачивали. Сальчика, Сальчика! Блядь, ты еблан. Ну ты стих, подонок! После школьного балла, выходи на улицу. Я пошёл. Не пошёл. Я стою тут. Такой сомневающийся, забиянка такой. Я пошёл. Вот это в самый раз. Ладно, если что, сразу говорю, друзья, это развлекательный контент, мы как бы, ну, ни в коем случае не хотим разгорбить. Наверное, верное, держать. Не воспринимайте это как-то хуйня. Считаешь ли ты, что частица андроидового коллайдера можно будет рацанать до такой скорости, что можно будет возвращаться в прошлое? Да ходит делать. На хуй бегаете? Есть или жизнь на другой планете? Да не так, нахуй. Ну, блядь, ну. Если, значит так, ты дух, блядь. Мы лишимся девственности до лета. Ну ладно, это я делаю. Блядь, что дух делает там? Оставите, блядь. Ну, пальцы, ты своих позаводил. Вообще, надо вызывать реально умершую персону. Человека, с которым мы хотим поговорить, но который реально умер. Окей. Адольф! Дядя Володя, ты тут? Ну, не знаю, у вас есть какой-то умерший друг? У меня есть. Леша Деревяшкин. Здравствуйте, приехали. Я вчера сексом занимался. С кем? Нет. Она в коленинграде. С твоей мамой, чувак! Нет. Как он опередил? Он сказал, нет, она в коленинграде. Я сказал, что твоя мама, чувак. Что за хуя? Что за хуя? Я не понял, как ты ответил, быстрее тебя сказал. Давайте, Гусейн Гасанов накручивает подписчиков. Иван Золо, не Когла, это, ну, это хайп? Это хайп? Или... Блядь, зло-байп, да видно было. Сейчас его найдем. Да ебаный в рот, да хватит, эта хуйня, она не смешная. Вы готовы, пацаны? Этот вызов может вас свести с ума. Так что, если вы сомневаетесь, что выживете, или останетесь нормальными после этого, я вам советую уйти отсюда. Нам понадобится топор или любое другое режущее оружие. Лист офисной бумаги. Ручка. Вызов мы начинаем в 0-0 на заброшенном здании. Или просто в лесу. Слегка познали. Берем лист и пишем ручкой свое имя, свои страхи, свой возраст. Потом берем режущее оружие и делаем несколько дырок в листе. А потом говорим, клоун, 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 выйди поиграть. Да ебаный рот, да ты заебал на. Теперь кладем оружие на лист и говорим, раз, два, три, приходи. И прячемся куда угодно, как угодно, лишь бы не быть рядом с листом. Ну а теперь правила и советы. Если вы почувствовали странные ощущения, то это означает, что клоун уже идет искать вас. Не надо носить с собой телефон и делать селфи с ним, это на всякий случай. Если вас увидел клоун, вы не сможете спастись. Прощайтесь с жизнью. Сразу говорю, не удивляйтесь, если будет тошнить от его вида, это же мертвец. Ну это ж херня для детищек. Комментарии, рабочие. О, у меня получилось, классно было, спасибо. Отзывы, отзывы. Отзывы есть? Да, вот есть. Я попробовал и умер. Едем на заброшку. А-а-а-а! Тебе что, на нихуя уже? Я что-то обоснулся. Далее произошла максимально непредвиденная ситуация. Мы практически подъехали к месту, где находится заброшенное здание, которое я нашел. Меня остановили сотрудники ДПС. Я попал в очень тупую историю, из-за которой у меня в середине февраля будет назначен суд. Пока я ничего не хочу говорить, никаких подробностей. Уже после решения, что что произойдет, я, наверное, либо сделаю пост у себя в телеграм-канале, расскажу об этом. Или же сделаю полное видео, если будет происходить прям полная жесть. Мы очень многое хотели проверить, но уже сделаем это в следующий раз. Поддержите обязательно активностью это видео. Давайте наберем 200 тысяч лайков, мы проверим куклу Вуду, проверим различных гадалок. И, наконец-то, посетим заброшенное здание. Найдем что-то очень интересное для вас. Огромное спасибо за просмотр. Извините, что так вышло максимально непредвиденно. У меня в тот день не изъяли транспорт, и мы не могли продолжить съемку. Да и настроения как такового не было. Спасибо, всего вам самого наилучшего.